Приветствую вас. В первую очередь нужно понять, что ваша сестра осознанно или неосознанно пытается вами манипулировать. То есть она использует такой, можно сказать, метод защиты, это защитная реакция, вот, для того чтобы, значит, уйти, от, ну, негатива какого-то, да, и так далее. И вот в данный момент его нужно понять, что сестра, сестра, она пытается вами управлять. Я честно, я не знаю, насколько осознанно или нет она это делает, вот, потому что, ну, это ваша сестра, человек, как бы, ну, незнакомый, да, вот. И, соответственно, соответственно, здесь не совсем понятно, насколько она вами управляет и почему, если это реально происходит, да. Вот. Но, с вашей точки зрения является, да, тоже достаточно потребностным поведением, то, что вы, как бы, идете у сестры на повалю. То есть по какой-то причине, либо по ряду причин вы поддаетесь на ее игру, на игру, значит, сестра. И, соответственно, тем самым вы подпадаете под ее воздействие, подпадать под воздействие человека в данном случае не стоит, потому что ни к чему хорошему это не ведется. Вот сейчас, например, на данный момент, то, что происходит, это то, что под угрозой распада оказалась ваша семья. И весь вопрос, который вам можно задать, это такой, оно того стоит, стоит ли сестра и ее конфликт, по вашему мнению, того, чтобы вам, значит, разрушать свою семью. Понимаете? На самом деле, на самом деле, это является самым важным моментом. То есть вы либо говорите «да», либо вы говорите «нет», то есть либо вы решаете для себя, что «да», «стоит», либо вы решаете для себя, что «нет», «не стоит». И в таком случае, значит, ну, уже говорите, что «простите, брат», но, как бы, это мой брак, это мой муж, и то есть он тебя обидел, ну, как бы, я тебя очень люблю, но с ним разбирайся сама. Вот. То есть тонкость себя в том, откуда у вас подобная привязка к сестре. Опять-таки, понимаете? Вот. Это и является самым главным в вашем вопросе. Вот. Второе. Вы говорите, что... Так. Так, муж спросит о Шине. Все же переживаю за сестру и за него. Переживаете? В каком смысле слова? За сестру это одно переживание, за... Значит, муня это, ну, по идее, другое переживание. И здесь как бы непонятно. Если вы своего муня любите, то выбор, ну, должен быть совершенно однозначный. Потому что любой человек может даже любиться, это, во-первых. Во-вторых, неизвестно, какие подводные камни были между им и сестрой. Это, во-первых. Во-вторых, момент здесь такой, почему для вас так важно, чтобы мучь взаимодействовала с сестру. Сказывается такое ощущение, что вы очень зависимы от сестры. И от ее мнения, и от ее позиции, и так далее. И у этого есть, я полагаю, некоторые основания. И вот эти основания необходимо разобрать. Потому что в любом случае, в любом случае, сестра не вправе вам указывать прощать кого-то или нет. Вам вообще его прощать как бы не дошло. Потому что это сестра. И конфликт как бы между ними, это исключительно дело их проблемы. Это их проблемы. Исключительно. Это не ваши проблемы. Вот. Поэтому здесь непонятно. Непонятно. На чем основана значит как бы важная проблема? Вы говорите, помогите решить проблему. А в чем проблема? Вам, своего мужа, прощать не дошло. Мама ничего плохого не сделала. Вы с ним, если вот вы как бы, ну, адекватные, да, люди и адекватно взаимодействуете друг с другом, да, то вам со своим мужем нужно прийти к пониманию того, почему он так поступил. Почему он обидел сестру, если у него с ней все хорошо, как вы говорите. Почему он это сделал? Ведь не на ровном же месте это произошло. Поэтому этот аспект нужно обязательно разобрать. Он важен, он очень, он ключевой, короче говоря. и если вы его, этот аспект не разберете, то ситуация может быть ну, не знаю, плачевной, вы лишитесь своей семьей. То, что вы за всех переживаете, это тоже для меня является показателем ну, не знаю, какой-то, может быть, вашей неуверенности в себе, да, или там каких-то, может быть, трудностей ну, вашей вот жизни. Либо может быть каких-то комплексов, может быть, прочих проблем в вашей жизни. Вот. То есть данный аспект, данный аспект нужно обязательно разбираться, данный аспект нужно обязательно учитывать. Данный аспект нужно анализировать, потому что иначе, иначе вы эту ситуацию, ну, вы в ней будете вот вот так себя чувствовать, чувствовать, да, постоянно чувствовать, как бы, ну, постоянно негативно, вот, постоянно в жертве вы будете находиться. И вопрос в том, вам оно надо, как бы, вот, Ответственность на самом деле за это только ваша, именно ответственность ваша, ответственность если вам ну вот хочется быть крайней в этой ситуации, если вы готовы потерять своего мужчину в результате подобного, ну, подобных проблем, да, потому что, сегодня он может там, я не знаю, поссориться с сестрой, а завтра он может поссориться с, я не знаю, с кем-то еще, понимаете, да, то есть на ваши отношения это не влияет по идее, ну, вот, в норме, а если влияет, это исключительно только ваше восприятие, и оно на чем доосновано, поэтому нужно сперва значит, поговорить с сестрой, и постараться убедить ее в том, что, как бы, это, ну, ваша семья, и что это ваш муж, что вы его любите, и что вы не можете из-за того, что они с мужем что-то не поделили, разрушать свою семью, если, конечно, вы любите человека, если у вас нет проблем, ну, других между вами, между вами, вот, и сестра, если она любит, если она вас, ну, о вас думает, потому что на данный момент она ведет себя довольно эгоистично, потому что думает она только о себе, вот, она не думает о вас, если сестра вас любит, она поймет, она поймет, она поймет, что, ну, действительно, как бы, ее обиды, если она не прощает мужа, то это ее право, и, как бы, она может его не прощает, но вы не должны из-за этого страдать, да, вот, соответственно, за своим людям также нужно, нужно обязательно поговорить, и, определить причину, почему он, будучи в, состояние алкогольного опьянения, да, значит, ну, обидел ваша сестра, то есть это, по факту, точно, довольно, такой, серьезный момент, потому что, ну, либо у человека есть негатив какой-то, который он по той или иной причине тщательно скрывает, вот, либо у него есть проблемы с алкоголем, и тогда ему нельзя пить, но это нужно тоже, выяснять, вот, либо у него с сестрой были какие-то скрытые конфликты, несмотря на то, что он, в общем, с ней неплохо общался, вот, то есть с мужем нужно разобраться, эту ситуацию нельзя пускать на самотек, да, вот, эту ситуацию нельзя, ну, просто, вот, так, оставить, вот, но делать это нужно, естественно, в рамках, да, то есть, ну, не настолько радикально, вот, если у мужа действительно были проблемы с сестрой, ну, изначально какие-то, это одно, если у мужа проблемы с алкоголем, это другое, если он негатив в себе скрывает, да, это третье, ну, и так далее, и так далее, то есть, разница, то есть, моментов, вариантов, на самом деле, достаточно много, и исходя из этих вариантов, уже можно будет действовать. Другой вопрос, опять же, насколько вы заинтересованы в этом, и насколько вы хотите сохранить свою семью, и насколько вы любите своего мужа, вот, потому что, видите ли, если вы к мужу любви не чувствуете, как таковоль, то, да, может быть, и семью не стоит сохранять, да, тогда, может быть, и не стоит с сестрой в конфликт вступать, понимаете? То есть, важно, что вы сами для себя считали, что оно того стоит, что муж он достоин, что он, я не знаю, в целом хороший человек, что он, в целом, я не знаю, отвечает вашим представлениям о мужчине, и так далее, ну, вот, ну, и обязательно о своих личных границах, я полагаю, необходимо как-то вот про, ну, про мыслить вам, вот, то есть, как-то уж слишком вы в любом случае слишком от сестры, на мой взгляд, зависеть, вот, что не является чем-то правильным, хорошим и адекватным для вас. Здесь в основе лежит либо страх, либо страхи какие-то, либо неуверенность в, ну, например, в себе, в себе, да, либо есть еще какие-то моменты, о которых, ну, естественно, вы здесь как бы не говорите, но они есть, и которые обязательно, например, ускроются, если, допустим, ну, с вами, например, поработать, да, вот, ну, то есть, лично, общаться, вот, такой, такой вот расклад, получается, то есть, помогите решить проблему, можно помочь, безусловно, если только вы сами немножечко, ну, скажете о том, чего вы собственно хотите, как вы сами хотите проблему решить, да, то есть, как вы это себе представляете, вот, и как будет сложно вы хотите решить проблему, то есть, важно именно ваше воспри, ну, ваше желание, понимаете, вот, в этой ситуации. именно ваше желание, вот, чего хочется вам. И, исходя из этого, уже можно будет устраивать какую-то модель по видео. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его лучшим, вот, желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!